Здравствуйте! Нас зовут Елена Ильичева и Владимир Ильичев. Мы художники из Украины. Мы продолжаем такие очень хорошие занятия для всех детей всего мира. Эти занятия называются «Леонардовские игры». Вы все знаете такого замечательного великого художника и мыслителя Леонардо да Винчи. И он нам в наследство оставил очень много знаний и умений. И вот начинаем обычно вот с этой замечательной книги, которая открывается на любом месте и выскакивает вот такое животное, как какой-то голландский петух, да, допустим. И вот научился кто-то переворачивать этого петуха, допустим, с задней части и добавлять ему хвост от рыбы. Потом, допустим, переворачиваем среднюю часть петуха и находим у него... Сейчас еще одну часть перевернем для интереса. О, смотрите, находим у него средней части два горба верблюда и ножки верблюда. Посмотрите, какое замечательное животное получилось, когда мы ему изменили две части его тела. Вот так мы с вами будем баловаться, играться, пока не научимся фантазировать и действовать так всю свою жизнь, чтобы нам было интересно жить. Сегодня мы с вами сделаем такое упражнение, которое будет называться «Лестница в подвал замка». Для того, чтобы это начать делать, пойдите, пожалуйста, за нами. Сделайте любой четырехугольный вход в подвал. Вот, допустим, вы живете в каком-то замке, да? А вам надо спуститься в подвал по винтовой лестнице, которая спиралевидно уходит в глубину подвала, и там вы найдете зарытый клад, допустим. Давайте спустимся в подвал. Для этого надо уметь вести линию в любом направлении до пяти миллиметров. Вот пять миллиметров. Смотрите, я вам сразу покажу, да, как это действовать. Пять миллиметров, так? Это полсантиметра. Вот они, пять миллиметров. Потом от этой точечки опять сюда ведем перпендикулярно, опять отсчитываем примерно на глаз, опять пять миллиметров. Вот они, пять миллиметров. От этой точечки, смотрите, мы сразу же нежно и аккуратно ведем перпендикулярную территорию. Ну, что такое перпендикулярная? Девяносто градусов. Опять пять миллиметров, да? Вот опять эта точечка образовалась. Нам надо сюда попасть. Вы чувствуете, да? Здесь опять отсчитываем пять миллиметров. Ну, так на глаз примерно, да? Вот эта точечка образовалась. Теперь сюда, да, в противоположную сторону тянем. И посмотрите, наша рука не знает слова резинка, да, стирать резинкой. Мы не стираем резинкой. Мы учимся вести правильные линии в одном. Во втором. И в третьем направлениях. А потом опять. Видите, мы сидим на одном месте, а наша рука движется так, как мы ей прикажем. Вот. Не торопимся никуда. Везде мы отщелкиваем примерно пять миллиметров. Да, больше не надо. Вот точечка прихода. Теперь опять целимся вот туда, перпендикулярную территорию. Вот здесь девяносто градусов, да? Вот смотрите, вот девяносто градусов. Это типа прямой угол. Почему я говорю пять миллиметров? Потому что опять из этой точечки мы двигаемся к стеночке, допустим, которая с этой линией, которую мы провели, сделает прямой угол. Вот он, прямой угол. Видите? Все, кто учится в шестом-седьмом классе, поймут, о чем я говорю. А маленьким деткам надо просто следовать за своей интуицией. И еще потихонечку спускаемся в подвал. Вот он, да. А знаете, света нет там в подвале. И мы ножками своими дотрагиваемся до старых ступенек замка и как бы нащупываем путь к сокровищам этого замка, которые оставили нам его бывшие жильцы. Да, допустим, зарыли там сундук с драгоценностями, да? Вот. Или манускрипты зарыли каких-то старых мастеров, которые помогут строить, допустим, космические корабли в будущем, да? Вот все меньше и меньше у нас ход, да? А посмотрите, как идут ступенечки. Видите, они заворачиваются, как будто бы лепестки в розе по направлению к центру. Спираль называется. И вот они, видите, я специально вам ставлю такие точечки, чтобы вы знали, откуда дальше идти к стенке двигаться, к перпендикулярной стенке. Вот она. Вот. И мы заканчиваем. Сейчас придем. И там сундук с золотом, допустим. Вот он. Посмотрите, мы приближаемся. О, приблизились. И посмотрите, как мы зашли. И давайте мы этот сундук с золотом закрасим черной такой красочкой и себе скажем, ура, мы добрались до клада. Мы стали богатыми людьми. Продолжение следует.